Вопрос обеспечения Крайнего Севера молочными продуктами сам собой не решится. Когда я смотрела, мы занесены в трёх книгах Геннеса. В то время в трёх книгах Геннеса простые данные не попадают. Мы занесены в советской энциклопедии. Здесь в Эмиконе в 1951 году была очень большая болезнь, коколюш с хорью. И здесь в маленьком посёлке похоронили 51. Некоторые сения хоронили по троих листьях. От всех болезней, от раков, от всех, только может спасти якутская корова. Это сенокосилка, но колёс металлические. Ни для кого не секрет, что животноводство в районах Крайнего Севера, эта штука непростая. По глубине коров вообще спала сильно. Возить из Центральной России возможно только продукты длительного хранения. Особенно это касается молочных продуктов, пакетированного молока и других продуктов. Мы решили посмотреть, чем живёт современное животноводство в условиях Крайнего Севера. И каким образом молоко местных производителей попадает на полки магазинов. А где у вас молоко? Добрый, добрый. Здесь у нас представлено молоко. Вот это молоко, например, поставляется с Новосибирска. А это с Ленинградской области. Мы не реализуем продукцию местных производителей, потому что у них короткий срок. И если истекает срок годности, мы несем затраты. Нам необходимо потом утилизировать эту продукцию. А с молоком длительного хранения поставщик, основной, кто привозит нам с оптовых складов, его обменивают, когда подходят сроки. В общем, строят дом. Строят дом. Я так понимаю, что фундамента нет. Хорошо, что вот это коровник место было. И одежды ничего уже не было. А коровник строили юрта, и продолжение это коровник. Там дверью они заходили. И только это спасало, я думаю. Потому что, во-первых, для женщин нет одежды. И рожали каждый год. Вот посчитайте. И в туалет на улицу не ходят. Поэтому только это спасало, наверное, думаю. И потом вот... Ну и врачей в то время не было в старину, конечно. Это шаманы. Но не все. Поэтому... Это было круто, конечно. Поэтому вот якутянки в старину рожали самые меньшие, больше десяти детей. Самые большие. Но живых осталось. Это опасно считать. Это до года во что-то умирали. Вы упаковываете сами, да? Все они сами делают. И творог делают, и это... И имдан делают, это выпах. Сейчас они любят купить. Вот это предприятие, да? Схопыка Индегир. Мы вот от населения закупаем молоко на 25 рублей, да? И вот продукции делаем. И вот реализуем население, да? Реализуем. Из-за этого мы, с этой вурочкой мы вот на литр молока 25 рублей оплачиваем. За данного молока. Подвоз воды, электроэнергия. Сколько стоит электроэнергия? Энергия. Электроэнергия 10 тысяч. Порудование механизированное. Потом вот это... Они туда... На холодных держат сливки. На другой день, маслобойки. Они это делают масло. У вас считается какое? Это коммерческое предприятие, да? Это коммерческое. Обслуживание. Шансово-хозяйственный. Патриотический оператив. Ага. То есть это история, связанная с дотациями государства? Да, мне дотация не повышает. То есть вы в прошлом году... Сколько в прошлом году вы принимали молока? В среднем. 60. Угу. И мы... А в позапрошлом году? Полночем. В прошлом... В прошлом... В прошлом году мы вот так меньше было. А, меньше? Да, 40. То есть государство молоко стало больше? Да. Молоко стало больше? Ну и там вот это... Мы по закупу молока плачевали 20 рублей. А сейчас же... Ага, в прошлом году. А в этом году... А в прошлом году 19 рублей еще было. 10 даже. 10 рублей. За килограмм. За килограмм. У вас заинтересованы состоянии? Угу. Угу. Почему растет цена на продукцию и на прием молока? Продажа. Да. То есть почему... То есть смотрите, электричество у вас здесь есть. Угу. Помещение... Угу. Да, выросло. Тоже выросло. Да. То есть вы подняли цену за... В прошлом году у нас масло сливочное 650 рублей было. За килограмм. А в этом году за килограмм... Эм, килограмм масла стоит 850 рублей. Почему? Потому что все подорожает. И вот... Их интересно купить за эту цену масло обратное или нет. Но они закупают и вот... Сколько... Сколько у вас в день получается литров? В день получается 500-600 литров. То есть люди при... Да. Можете ли вы принимать больше? Да, больше. Можете. Сколько у вас максимальный объем? Максимальный объем до 800. А 600 уже принимаете? Да, 600 уже мы принимаем. Угу. Примерно 10-15 килограмм из одной головы. В среднем 3. 3? 3. Ага. Одна на мясо, две на молоко. Да. Молоко. На 1 июля, да, у нас крупный рогатый скот 600 голов. Из них... В поселке? Да, поселке. На селе. На селе, ага. Из них... Из них 200-202 коров. А население? Население около... Так, 900... Около... Примерно... Ага, да. С детьми. А, это с детьми. То есть взрослого населения тоже порядка 600. То есть ровно столько, сколько поголовье рогатого скоталствует. Да, это получается. Приблизительно одинаково. То есть в среднем на каждого взрослого приходится по одной голове, значит... И вот табуны, вот лошади мы разведли. Да. Да, лошади тоже есть у нас. Да. Ага. Мы раньше вот принимали молоко, да, в день 2,5 тонн. А. И каждый день перерабатывали? Каждый день перерабатывали? В несколько смен или как? Да, в одну смену. В одну смену. В одну смену. А. А. Вот поголовье у нас 825. О, это жеребятины мы каждый... Употребляете в пищу? Да. А, то есть эта история связана с едой? Да, с едой. На зиму остались? И мы реализуем мясо. В регионах Крайнего Севера, где зимой очень низкие температуры, а летом очень жарко и, как правило, болотистая местность, земледелие и сельское хозяйство, животноводство носит определенный смысл и окружено определенными сложностями и трудностями, о которых мы готовы вам рассказать. Вы используете какую-то химию в производстве? Нет. Ничего. Ничего. Все натуральное. Все натуральное, поэтому мы с удовольствием покупаем масло. Это у нас масло очень вкусное. Это чем объясняется? Вообще не в центральных областях, как в центральных областях. У нас горное место. Потом это окла, вот эта река. Здесь совсем вот климат другой. Мы над уровнем моря, если с якутским сравнить, то мы живем на высоте где-то 700 метров. У нас вода очень чистая. Вот коровы наши, вот эту чистую воду с ледников идут, которые вот на реке плывут. А зимой у нас есть такие места виндегийские, которые не замерзают. Которые не замерзают. Даже при ваших низких температурах 60 градусов есть открытые места. И туристы купаются в эти места. Теплые? Да. Потому что из-под земли идет теплая вода. Это почти минеральная вода. Наши коровы идут на водокой и прямо с этих вот открытых мест пьют воду. Сами? Сами. Сами. А мой муж работал водоводством 25 лет. И вот он всегда возил вот им воду. По коровникам я могу показать сколько тонн он возил. И потом еще и поселок весь снабжал. И котельную. Вот в трех поселках в каждом доме воду возил. Да еще вот это коровники. У него дневник есть. Каждый день заполнял сколько тонн он возил. А вы представляете? Здесь на холоду шланг тонкий. Да. Все замерзает. Все вот это очень тяжелое. Вот льдом она прихватывается. Поэтому очень трудно ему было. Но он сам такой работящий человек был. И вот очень аккуратно всем выполнял. Ни у кого голова не болела что это у него воды не будет или что вот. Но конечно если это забрали вот это с открытых мест. Вот где не замерзает. Но все равно шланг замерзает. Там забивает льдом. Когда он едет три километра или семь километров. Ну хорошо что вот это в каждом коровнике были вот это котельные. И вот там кочегары ему готовили вот. Ну топили больше там дополнительные вот питание же для коров готовят. И они там они для него готовили пар. И вот шланг когда он подходит тогда вот шланги пара продували. Только этим его спасали. Его очень уважали. Вот его не стал уже в шестой год. В 2006 году. Все с благодарностью. Все честные. Я в этом предприятии работаю уже 22 года. Мастером работаю. И поэтому очень хорошая у нее рука. Вот у нее и бабушка дояркая была. И вот это все время и мама дояркая. Поэтому все вот. И потом она училась. И все технологии очень хорошо. И у нас по старинному все готовится. Машло все вот. Ничего не смешаем. Все у нас чистое. Поэтому вот натуральное. А если в магазине купить это вообще не масло. Поэтому мы стараемся все свежее. Вот все натуральное чтобы было у нас. А на зиму как? На дворе июль? На дворе мы ложим. Они морозы держат. То есть к зиме вы готовитесь все лето? То есть лето у вас это период когда вы готовите зиму? Да. Уже закупаем все. Закупаем и ложим там в морозилках. А то осенью не достать. С города заказываются. Потому что в Сталпове нет такого и завода. Там не готовят. Там масла нет. Только привезной. Поэтому и в Якутске вот министерство заказывает. Они осенью все забирают. Поэтому мы стараемся в летнее время закупать. И запасаться. Кто сдает молоко. Но потом население покупает. Например я в прошлом году вот это масло купила в июле. Сейчас вот на стол положу. Попробуйте. Вот уже год она у меня держится. Лайки сюда. Комментарии приветствуйте.